всем привет с вами макс гендер и сегодня мы с вами начнем проходить сюжет warhammer ridgeside вот буквально вчера я завершил в общем все миссии на стопроцентном прохождении то есть со всеми условиями вот и на самом деле будет будут эти серии таким неким гайдом для тех людей которые испытывают трудности потому что там есть миссии достаточно сложные я сам вот проходил их не с первого и даже не со второго из третьего раза вот давайте собственно начнем в игре значит три акта три акта в каждом акте по 10 миссии по моему колта нет какой-то даже вот допустим во втором 20 в третьем тоже 20 то есть того получается 50 миссия до 50 миссий вот так ну давайте начнем с первой естественно скорее всего я даже не знаю как лучше то каждую серию каждой миссии или лучше я думаю чтобы облегчить наверное поиск тем людям которые будут реально искать лучше все-таки одну серию одну миссию вот делать так будет гораздо проще людям найти что тот допустим ту миссию которую они могут пройти так что давайте сегодня запишем пока первую миссию в первом акте вот завтра уже будем приходить вторую и так далее ладно давайте начинать эфгар prime this frontier world offers much to the imperial of man it is rich in resources and occupies a strategic location within the sargo sector safeguarding other words from aggression поэтому поэтому полонизация хетгар prime has led to war savage aliens the green-skinned orcs descended upon the planet and slaughtered the imperial garrison meant to defend it now a chapter of the elite space marines have been sent to reclaim hethgar prime these are the blood agents amongst the most powerful and feared warriors of the world the blood angels have been given a difficult task to eradicate the orcs take back the planet and cement the hold of imperial rule over the sector once more the orcs launched a brutal ambush against the space marine landing force this attack was defeated for another great cost for the blood angel commander had been cut down now a young space marine must take command determined to lead his brothers to victory over the aliens такая вот замечательная заставка в общем согласно сюжету есть одна планета которая очень богата ресурсами но значит на эту планету напали орки они значит всех там рабочих перебили туда отправили значит элитный отряд ультрамаринов но не ультрамаринов а космических десантников вот и собственно ладно сейчас пускай это говорят и потому в общем то в общем то отправили элитный отряд космических десантников но они собственно потерпели поражение теперь а а новый значит отряд под командованием молодого капитана которого зовут дракомедис отправляют тоже на планету и он собственно попытается очистить ее от зеленокожих и вернуть ее империи так ну давайте почитаем что тут пишут значит библиарий бальдесар орки могли заманить нас сюда командир астропатическая реле с которого мы начали который мы приняли изначальный сигнал все еще функционирует она находится в бункере 383 в ледяных пустошах на севере капитан дракомедис сложно представить что орки способны на столь искусственную стратегию их жестокость сравнима лишь с их нетерпеливостью в ожидании хорошего сражения входящая передача данных патронный отряд тактических десантников наткнулся на небольшую группу орочих стрелял десантники превосходят их числом но орки известны благодаря своей отваге в рукопашном бою не подпускайте их слишком близко используйте силу хитрость и численное преимущество ведя своих тактических десантников к победе принося смерть зеленокожим врагу главная цель уничтожить всех вражеских юнитов второстепенная цель не потеряйте ни одного юнита условия поражения все тактические десантники уничтожены конец передачи данных ну давайте начинать собственно первые миссии достаточно легкие даже если вы ничего не шарите в шахматах они для вас я надеюсь будут достаточно легкими миссиями потому что в принципе тут нужно только хорошо даже распределять ну какие-то тактические навыки тут тоже особо не требуется просто можно идти вперед и отстреливать орков так промазал промазал ну естественно чтобы они не сожрали наших ну точнее не сожрали а ну да то есть чтобы они не уничтожили наших космонесантиков не стоит подпускать их близко потому что в ближнем году не только они достаточно умело стреляют и достаточно много отнимают но опять же тут все зависит от рандома потому что игра достаточно рандомная очень даже я сказал рандомная то есть иногда доходит просто до какого-то какой-то нелепицы ну ладно собственно игра мне все равно нравится несмотря ни на что так давайте вдарим ближний бой мы его заблокировали теперь он не пойдет дальше в принципе можно было и не блокировать но я захотел таким образом это все сделать один почти готов ну я всегда думал что это будет хорошо тебе косой так можно допустим ну вот если мы поставим его сюда то задние тоже смогут его отстреливать так что давайте подтягивать лучше наших задних ну вот так опять в ближнем бою сейчас постреляем ну вот видите как бы ну опять же говоря рандоме иногда просто так один готов сейчас будет готов второй ну вот смотрите ближний бой да казалось бы что там мазать но все мажут все равно обожаю вот эти вот заставки с эффектом убийством прикольно выглядит конечно ничего не скажешь так второй готов осталось еще два промазал отлично так ну и в принципе сейчас и третий будем готов тоже точнее четвертый третий был только что так ну собственно вот такая вот любенькая миссия но чем дальше мы будем идти тем они будут сложнее у меня опять же говорю все миссии пройдены на 100% поэтому вот эти вот иконки сгораться у меня не будут но если вы будете следовать собственно этому руководству то у вас будет как бы и главная цель и второстепенная вот то есть как бы будет все круто ну давайте на этом то закончим завтра мы уже пойдем дальше будем выполнять вторую миссию в первом этапе вот на этом все оставляйте комментарии если вам понравилось данное видео ставьте пальцы вверх подписывайтесь на канал на ютубе вступайте в группу вконтакте с вами был Макс Гюнтер всем пока